Выяснить ситуацию. Для меня на самом деле эта ситуация очень неприятна. Но, наверное, сегодня у фракции не было другого выхода. Я много раз говорил, что я выступаю за единого кандидата, даже не от Юго-Востока, а от всех здравомыслящих людей. Таких людей очень много и в центре Украины, и на Западной Украине. Но это не должно проходить путем какого-то договорняка кулуарного. Это должно быть широкое обсуждение, праймерис в каком-то виде. То есть в этом должны принимать участие не только оппозиционный блок, зажиття, другие политические силы, партии, общественные организации. Должен быть какой-то консенсус. Несколько, по-моему, неделю назад мы все видели, что Юрий Анатольевич Бойко, мой коллега, я сопредседатель фракции оппозиционный блок, до недавнего времени он был сопредседателем фракции оппозиционный блок, не имея никаких полномочий, ни от фракции, потому что этот вопрос не рассматривался, не голосовался, ни от партии, тем более оппозиционный блок, потому что не было съезда, решил договориться на каких-то условиях с Вадимом Зиновичем Рабиновичем и Виктором Владимировичем Медведчуком об каком-то объединении личном, какой-то личной унии. Сегодня с утра этот вопрос рассматривался на фракции. Первый вопрос рассматривался, это обратиться к полицовету партии оппозиционный блок о том, что необходимо очень срочно собрать съезд и рассмотреть этот вопрос на съезде партии. У нас на самом деле больше 100 тысяч членов партии, а те, кто нас поддерживают, это миллионы людей, это большие миллионы людей по стране, не могут два человека решать за весь оппозиционный блок с непонятными, вернее, с очень понятными целями и задачами. Наши коллеги не поддержали это решение о проведении съезда, они не хотят съезда, не хотят разговаривать с людьми. Поэтому, наверное, ничего другого не оставалось, кроме как исключить их из состава фракции за сотрудничество с властью и предательство интересов избирателей. Теперь касательно того, знаете, очень...